Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальностью и человек, который любит хорошо, красиво жить и заражать этим другим. И поэтому сегодня я наконец-то вхожу в эфир, который так долго ждала. Надеюсь, что вы тоже его ждали, вы пока присоединяетесь, и мы поговорим сегодня с вами. Это даже закрепило темку эфира, как избавиться от чужого влияния и почему мы под него попадаем. Почему решила затронуть эту тему? Наверное, потому что прежде всего завтра стартует рерайтер жизни, новый февральский рерайтер, который наполовину я сняла в Дубае, специально летала для того, чтобы снять новые классные, воодушевляющие уроки, вообще расширять сознание не только свое, но и ваше. И мне сегодня очень хочется поговорить по поводу этого чужого влияния, потому что именно то, что лежит в нашей голове в основе как убеждения и формирует ту нашу жизнь, которая у нас есть. И что самое удивительное, в большинстве своем, когда мы недовольны своей жизнью, когда нам что-то не нравится, и мы не понимаем, почему с нами это произошло, сейчас я заключу ноутбук, который у меня тут светится, Все заключается в том, что жизнь, в которой мы живем, придумана не нами. Вот так я вам скажу. Жизнь, в которой мы живем, придумана не нами, и она нам в голову вложена другими людьми, взрослыми, молодыми, разными. Но чаще всего мы являемся продуктом не только своих родителей, но и общества, в котором мы выросли. И, наверное, первое, с чего я хочу начать, это сказать каждому из вас о том, что никогда не слушайте других людей. Не слушайте в контексте того, чтобы молча это принимать как правду. Вы должны осознать, что вокруг нас, особенно сегодня, настолько много информации, каждый то и дело хочет чем-то поделиться. И ладно, когда поделиться, но в большинстве своем бойтесь людей и каналы, которые пытаются навязать вам свое мнение и рассказать о том, что вам делать, кто вы и почему только так, а не как иначе. Это то, собственно, что сегодня меня пугает в этом мире. Я как мама двоих дочерей, а у меня, получается, дочерей и сыновей очень много, потому что меня окружает огромное количество детей с разных наших кружков, сфер. Я считаю, что самое ценное, что сегодня мы можем дать детям, это научить их свободе выбора и свободе своего собственного мышления. Потому что нас как раз учили в совершенно другим вещам. И, по сути, сегодня нами управляют, вообще вдумайтесь, нами всегда, не только сегодня, управляют убеждения. Что такое убеждения? Убеждения – это такие программы, которые заложены в нас, как правильно, неправильно, хорошо или плохо, по умолчанию другими людьми. То есть, когда мы маленькие, мы бессознательные. И многие из нас с вами воспитывались во время, а у многих эти времена продолжаются, что тебе не дают право выбора. То есть, ты маленький, поэтому ты должен слушать старших, ты должен слушать то, что тебе говорят, ты принимаешь телевизор как то, что происходит за правду. И если там сказали тебе, что вот эти хорошие люди, эти плохие, этих убивать, этих туда-сюда, ты все это слушаешь. И убеждения формируются, по сути, помимо нашей воли, потому что мы, нас не учил никто этой воли, никто не учил нас в этом разбираться. И мы в какой-то момент превратились в набор убеждений, которые в нас кто-то заложил. По сути, мы компьютер, ящик, запрограммированный каким-то дядькой. Вот такое с нами произошло. И мы с вами, первое, что должны понять, что нами управляют убеждения. И в тот момент, когда вы говорите себе, блин, я так не хочу, почему так, я не понимаю, почему я должен так делать, вы просыпаетесь. Это самое умное, что вы можете сделать, задать вопрос. Если у вас появляются вопросы, вы не безнадежны. И бойтесь только тех людей, которые дают вам четкие ответы и говорят о том, что можно делать только так, а не иначе. Хочешь обратиться к психологу? Ты слабак, ты козел, так нельзя, мужики себя так не ведут, бабы так не делают. Забудьте, пожалуйста, и сотрите из своих жизней людей, которые расставляют вам флажки. Мы с вами находимся в мире, где есть абсолютно все. И если уж что-то выбирать, то выбирать по собственному выбору. Представьте себе, что вы приходите в огромный ресторан, в котором есть вся еда. Вся, которая вам нравится и вся, которая вам не нравится. И вот та тетка со стола, с бокового, говорит, ешь вот это. Говоришь, ну я это не люблю. Она говорит, я сказала, ешь вот это. Так вот, ребята, пришло время понять, что слушать каких-то теток или дядек, даже если это ваша мама или папа, это абсурд полный. Вы, как я говорю в медитации, гениальная и целостная личность. И уж точно у каждого из нас должно хватать ума, чтобы задавать себе вопросы. Мы живем в удивительное время, когда мы стали просыпаться, когда наши внутренние вибрации, наша интуиция начала бунтовать. Мы начали задавать вопросы. Я так не хочу, я не буду. Почему мы наконец-то начали это делать? В то время, как огромная, к сожалению, толпа, масса людей позволяет себя программировать и бесконечно следовать чужим ожиданиям и чужим программам. Давайте разберемся в убеждениях. Человек состоит из убеждений. Почему? Потому что убеждение – это то, что мы думаем о себе и о мире. И все это строится на убеждениях. По сути, каждый из нас не может… То есть убеждение – это наш скелет, то, на чем держится наша картина мира. У каждого из нас есть свое представление о мире. Хороший он или плохой, легкий он или сложный. Каждый из нас видит его по-своему. Кто-то говорит, что в нем бесконечное количество возможностей, в нем можно зарабатывать деньги, в нем можно делать великие проекты, дела. Кто-то говорит, что в этом мире страшно жить, и можно только умереть, и нужно держаться крепче и сидеть тихо. У каждого из нас есть свое представление об этом мире. Зачастую это представление сформировано, как я уже говорила, с помощью окружения, которое у нас есть, с помощью информации, которую мы впускаем в свою голову. И заметьте, чем больше вы смотрите телевизор, чем больше вы общаетесь с нормальным народом, чем больше вы читаете какие-то яркие, красочные заголовки в социальных сетях, тем больше вы боитесь. Меня недавно спросили про войну, а я не могу понять, о чем меня спрашивают, клянусь. Я спрашиваю у Сергея, говорю, Сережа, что у нас закончилась война? Он говорит, какая? Я говорю, ну у нас там много лет уже идет война. Ну, вроде как. С 2014-го я, Ева, еще не была беременна, война шла, началась. Он говорит, нет, не закончилась. Я говорю, а о какой войне все говорят? Он говорит, а, там сейчас, значит, он начал мне рассказывать. Я понимаю, что я не смотрю телевизор, и в окружении у меня нет людей, которые об этом говорили. Я встретила два поста и тоже не поняла, о чем пишут мои подруги. Они писали о том, что, ребята, перестаньте сходить с ума. Я им пишу, девочки, что происходит? И я хочу вам сказать, что, конечно, можно сейчас обвинить меня в том, что я вообще там, да, наплевательски отношусь к миру, но я точно знаю, что я никак не могу на это повлиять. А повлиять на свое состояние, повлиять на жизнь своих близких, повлиять на жизнь своих детей, и даже на людей, которые меня смотрят, я могу. Поэтому я считаю, что лучше я буду влиять таким образом. Когда вы начнете понимать, что очень важно относиться к тому, что вы впускаете в свою голову, какую информацию вы впускаете, вы начнете себя исцелять по-другому. Все, что есть сегодня в нашей жизни, отражает наше убеждение. Если с детства вам сказали, что ты страшненькая, что мальчики таких не любят, что мы бедненькие, что деньги нужно зарабатывать тяжелым трудом и копить. Вот если вы эти вещи транслируете, простите, мне тут выходит сообщение, и все меня начинает путать. Если вы эти вещи для себя приняли, вы по жизни подбираете, у нас есть такая система в голове, называется раз, ретикулярно активирующая система. И вы под вот эти убеждения, ваша ретикулярно активирующая система подбирает все, что ей соответствует. Расскажу вам на простом примере, как это работает. Что такое ретикулярно активирующая система, кроме того, что это пучок нервных окончаний, которые надержатся и тут крепятся около ствола головного мозга. Как это работает? Смотрите. Помните, когда вы, например, решаете, что вы хотите купить себе красный автомобиль? Ну вот вы решили, что вы решили купить. Лена, я тебя обожаю, я вижу, что ты тут, я тебе это покажу. И я сегодня про тебя рассказывала в тренинге. Все, друзья, на этом пауза закончилась. Я вам потом когда-нибудь обязательно об этом расскажу. Короче, что такое ретикулярно активирующая система? Когда вы решили купить красный автомобиль себе, вы начинаете повсюду видеть красный автомобиль, который вы решили купить. Вот вы заходите куда-нибудь в супермаркет, увидите его на парковке, вы видите его возле дома, вы видите возле его офиса, вы раньше не замечали, не было этих красных автомобилей, а сейчас эти красные автомобили просто стали повсюду. Вот так работает наша РАС. Она фильтром выбирает все то, как бы убирает то, на чем мы не фокусируемся и притягивает нам всю ту информацию, которая нас интересует. похожа на гугл, на поисковую систему, когда мы что-то туда вбиваем. И поэтому, когда вы начинаете думать в своей голове про проблемы, про страхи, про ужасы, про войну, вы все время видите эту информацию. Когда вам в голову вложили убеждение, что мир говно, и все люди злые, вы начинаете повсюду видеть эту злость, и вы начинаете эту же злость и притягивать свою жизнь. Мало того, вы начинаете ее излучать, потому что вы также начинаете реагировать, как будто бы защищались. Я часто слышу в свой адрес от людей, которые долгое время за мной следят, ой, Оля, вы что-то сильно поменялись, ну где же ваша агрессия, где же ваша… И вот знаете, всегда это удивительно. Конечно же я поменялась, конечно же я поменялась, конечно же я очень четко осознала и жизнь нормально меня ебанула по голове с жесткостью и прочими вещами. Я взрослею, я мудрею, я становлюсь осознаннее, я развиваюсь, и я понимаю, что злость прежде всего, я называю это техникой слоненок, что когда ты излучаешь злость, ты поднимаешь свой хобот и себя же этой злостью накрываешь и притягиваешь к себе затем все это. Мне это не нужно, я не хочу это нести в мир, я не хочу такой быть. Время проходит, мы должны трансформироваться, ну по крайней мере мне так кажется, и это нормальный процесс. Так вот, я хочу, чтобы вы осознали, что все убеждения, которые у нас в нас заложили, и как я уже говорю, обидно то, что в нас закладывали, это по умолчанию. Вот понимаете, нас всех научили русскому языку, а могли бы научить немецкому, или китайскому, или еще какому-то. Все, что мы сегодня знаем, нас научили. И большинство из нас, как я недавно рассказывала, совершенно не учили думать и анализировать, и задавать вопросы. И в этом самая глобальная проблема, в этом самая глобальная проблема, потому что, когда мы начинаем с вами жить просто по, скажем так, шаблонам, мы превращаемся в неких роботов, в неких роботов. Мы следуем чему-то, но мы не ощущаем абсолютно никакого кайфа, никакого удовольствия от жизни, ничего не замечаем. Так вот, первое, что надо понять, это что, если убеждения нами управляют, то это как в ресторане. Если уж убеждения есть любые, и они нами управляют, то надо выбирать те, которые пойдут тебе на пользу. Если сегодня в вашей жизни что-то не так, а что-то явно не так, попробуйте разобраться, что вы думаете по этому поводу, почему у вас не так, например, в вашей личной жизни, или почему у вас не так что-то с работой, или почему вы себя ощущаете не таким человеком, или почему вы недостаточно зарабатываете. Ответы на эти вопросы выдадут ваше убеждение. Возьмите ручку и блокнот, и просто осознаете, что ответы на эти вопросы, это окажут ваше убеждение. Вы сами ответите, почему у вас не так, И вы увидите, что вашим ответом будет некое убеждение, потому что сейчас ля-ля-ля. Тогда задайте следующий вопрос, а почему я так считаю? Почему я считаю, что сейчас так? На самом деле, когда мы начинаем задавать себе эти вопросы, у нас, конечно, появляется очень большое количество разных сомнений, разных нюансов. Начинает разваливаться наша картина мира, привычная. Потому что порой очень сложно, когда ты понимаешь, что причиной всего, что с тобой происходит, являешься ты сам. И тебе больше не на кого спихнуть. Убеждение в том, что сейчас сложные времена в стране, и никто не может заработать денег, значительно легче, чем понимание того, что я просто лентяй, который не хочет поднять свою жопу с дивана. Который просто боится работать, который боится понять, что он, проучившись 150 тысяч лет, ни на что сейчас не годен. И ему необходимо встать и начать выстраивать свою жизнь заново. Классное убеждение. Было бы счастье, да несчастье помогло. Было бы счастье или не было бы счастья. Это тоже вопрос того, что мне может что-то доставаться через боль и через труд. Я хочу сказать вам очень важную штуку. Приятной новостью во всем этом является то, что в любом периоде своей жизни, находясь в любой ситуации, мы в состоянии с вами это поменять. Что бы с нами ни происходило, но для того, чтобы это произошло, для того, чтобы изменения произошли, нам необходимо, первое, осознать, что действительно наша жизнь – это набор убеждений. Второе, что для того, чтобы мы могли поменяться, нам необходимо изменить свои убеждения. Это как маршрут. Для того, чтобы мы могли попасть в другую часть мира или в другую часть города, нам необходимо ввести новые данные в свой навигатор. Потому что пока мы сами этого не сделаем, ничего не поменяется. Мы все энергией притягиваем к людей события. Если со здоровьем не так, давайте я сейчас закончу, а то у нас так будет эфир уходить очень долго. Итак, почему я задала тему такую, как избавиться от чужого влияния? Дело в том, что один из самых любимых пунктов человечества это заниматься не своей жизнью, а заниматься другими. Нам всем очень сильно хочется поменять других людей, изменить мир, но не меняться самим. И поэтому мы все время стараемся других людей в чем-то обвинить, рассказать им, в чем они неправы, всегда любой их посыл перевернуть и сказать, что нет, все не так на самом деле, все по-другому, только лишь из страха меняться самостоятельно. Потому что нам гораздо приятнее думать, что тише едешь, дальше будешь, сиди, не высовывайся. В нас заложены эти убеждения. Нам сказано, что мы вроде бы правильные, нормальные люди, просто мир таков, и нам пусть, помните, как не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. И с одной стороны в этом есть доля правды, но с другой стороны мы пытаемся поменять мир, при этом не меняясь самостоятельно. А представьте себе, что мы состоим из набора не очень классных убеждений, что мы знаем, что жизнь сложная, что без труда не выпустишь рыбку из пруда. То есть мы любим проблемы, трагедии, мы любим вариться во всем этом, и мы совершенно не хотим начинать что-либо менять в себе и трансформироваться. Что я предлагаю делать, да, как избавиться? Единственный способ для того, чтобы перестать пытаться нравиться другим, соответствовать чужим ожиданиям, и делать то, чего от тебя хотят другие, это разобраться с главным вопросом. Каким человеком я хочу стать? Я сам чего хочу? Запомните, нету никакого другого пути изменений в жизни, кроме того, как сфокусироваться и сбалансироваться на себе. Нас все время учили, и нам очень нравится эта теория о том, что мы половинки, о том, что нам обязательно нужен другой человек. И мы все время пытаемся. Сначала мы висим на маме с папой, потом мы находим себе парня, мужа, кто-то ребенка. Ведь заметьте, если у женщины, например, нелады с ее партнером, она в разводе, то чаще всего она отрывается на своем ребенке, рассказывая ему, как надо жить, в чем он прав, в чем он не прав, и управлять его жизнью. Все это похоже на то, что мы не можем стоять на своих ногах, нам все время у нас как будто бы только половина тела, а второй нам нужно на кого-то опереться. Первое, что вы должны осознать, что для того, чтобы вы могли быть счастливым человеком, и для того, чтобы на вас никто не мог другую оказывать влияние, вам необходимо разобраться с тем, кто вы. Кто я? Чего я хочу? Что для меня хорошо, а что для меня плохо? Что я для себя разрешаю? Разрешаю ли я быть себе счастливым человеком? Разрешаю ли я себе принимать решения и нести за них ответственность, какие бы они ни были? Разрешаю ли я себе быть богатым, быть счастливым? Или я хочу быть вечной жертвой, которая ноет? Я хочу, чтобы вы услышали очень важную вещь сейчас. Мы находимся с вами в бесконечном пространстве вариантов, и вы получаете только то, чего вы сами желаете. То есть, если вы... Вот вопрос про болезнь. Ваша болезнь приходит только потому, что вы ее пожелали. Если вы посмотрите любой словарь по психосоматике, то вы увидите, что каждый орган связан с определенным набором наших эмоций и чувств, в каком-либо ключе. И когда мы начинаем в каком-то там жаловаться, например, у меня тяжелая жизнь, или там я хочу сказать этому миру, там прокричаться меня никто не слышит, вы увидите, что каждая часть нашего тела энергетически на это откликается. Наше тело таким образом реагирует. Любое наше физическое недомогание чаще всего, особенно какое-то глобальное, связано именно с этим. Ведь уже давно доказано, что онкология – это история как раз про наше состояние внутреннее, про то, что у нас внутри, а не про то, что у нас снаружи. Поэтому важно понимать, что мы это сами выбираем. Но, как я уже сказала, выбираем мы это чаще всего неосознанно. Нам сказали, что нужно думать так, и мы так думаем. Мама сказала, что если ты так делать не будешь, то ты меня не любишь. И ты не можешь огорчить маму. Самое дурацкое, что делали наши родители – неосознанно. Это заставляли нас, манипулировали нашими чувствами, нашими действиями и нашими эмоциями. Но знаете, что хуже? Хуже то, что вы продолжаете это делать со своими детьми и близкими, даже не осознавая это. Точнее, не так, уже понимая, неправильно говорю, уже понимая, что вы делаете. Я наблюдаю за взрослыми и вижу, как взрослые постоянно давят на своих детей, заставляя их принимать те решения, которые ребёнок принимать не хочет. Уже как осознанные взрослые люди, а я очень надеюсь, что вы такие, вы должны понимать, что самое тупое – это пытаться влиять на самых дорогих и близких себе людей, не давая им возможность проживать свою собственную жизнь, даже ту, которая вам не нравится. У каждого из нас есть самое ценное. Это наш внутренний набор ощущений. Мы называем это пятым чувством, интуицией, не знаю, разными моментами. Это то, что нами руководит. У каждого человека при рождении есть набор фишечек. Фишечки его талантов, то, что у него классно получается, то, что ему нравится делать, и некий пульт, который даёт вот это ощущение баланса. Либо человеку нравится, и вы чувствуете, как вы интуитивно, внутренний голос он говорит «да, да, туда», либо наоборот. Родитель относится к этому состоянию, к этим действиям и фишечкам абсолютно бесчувственно. Он видит, что ребёнок в чём-то талантливый, чем-то тяготеет, и что он говорит? Это всё фигня, ты должен заниматься математикой, это серьёзная наука. Я хочу, чтобы ты стал юристом, альпинистом или кем-нибудь ещё. Я хочу, чтобы вы каждый осознал, отвяньте, наконец-то, от своих детей, от своих мужей, от своих жён и от людей, которые вас окружают. Хватит! Хватит лезть в чужие жизни. Если вы такие бездари, что вы не можете разобраться со своей собственной, какого хера вы лезете в чужие жизни? Вот так себя и спросите, какого хера, если я такая умная или такой умный, я вместо того, чтобы сделать себя легендарным героем этой жизни, рассказываю остальным, что мне делать. Я хочу, чтобы вы хотя бы раз об этом подумали. Мы постоянно обижаемся на людей, которые нас окружают, за то, что они не соответствуют нашим ожиданиям, за то, что они ведут не так, как нам нравится, делают не то, что мы хотим. Мы постоянно обсуждаем всех, бесконечно, какие эти, какие те, мы смотрим телевизор, мы футболистам рассказываем, как играть, гимнасткам, как булавы бросать, мы, блядь, всё знаем. А чё-то со своей жизнью разобраться не можем, потому что времени нету. Ну куда же время-то брать? Откуда же время-то? Все же так заняты рассказами, как жить другим людям. Говорю, приходите на рерайт. Ой, ну нет. Ну это же надо что-то. Ну нет. Ну это всё фигня. Ну нет. Ну нет. Ну сиди, соси. Чё ты тогда жалуешься, что жизнь у тебя не такая? Я не про уси-пуси и не про тёмки-бёмки и даже не про хуёнки. Я про то, что хватит врать себе и ломать жизни другим. Я, например, достаточно жёстко отстроила личные границы. Настолько, что чужие люди, как правило, даже не подходят к ним. Мне даже обидно, что люди перестали меня критиковать и рассказывать мне, как жить. Уже чувствуют, что это вообще бесполезный вариант. Уже это чувствуют. Даже обидно. Знаете, иногда хочется с кем-то зацепиться. А нет, не с кем. Никто даже не идёт. Так вот, когда вы полезете в чужой огород, банкните себя по голове и вернитесь в свой собственный. Хуярить свою жизнь, я вам официально разрешаю. Можете не приходить ни на рерайтер, ни куда-нибудь ещё. Это ваше личное дело. Но перестаньте лезть кому-то другому и рассказывать. Ваш муж – это не ваша собственность. Ваша мать тоже вам не принадлежит. И ваша подружка, мать вашу, тоже нет. Прикиньте. А ваш ребёнок вообще наградил вас своим приходом в этот мир. И, возможно, как-то подчистит вашу карму. Вот я хочу, чтобы вы меня в этом плане услышались. Как вы жёстко? Я не знаю, что вы имели в виду, но если я вам не нравлюсь, я как-нибудь с этим обязательно справлюсь. А вот вы, пожалуйста, обратите внимание на себя. Итак, как избавиться от мнения окружающих? Можно, как я, послать нахер? Вот реально. И, кстати, не думайте, пожалуйста, о том, что если вы осознанны, то вы не можете послать нахер. Посылать нахер осознанно – это ещё большее удовольствие. Потому что если человек приходит в твоё пространство, в данном случае у меня эфир, и чего-то не понимает, и ему чего-то не нравится, то это личное его дело. Всегда будут те люди, которым вы будете нравиться, и всегда будут другие. Самое дурацкое, что вы можете сделать – это пытаться понравиться всем. Лучшее, что вы можете сделать – это быть честным с самим собой. Если я что-то чувствую так, я выражаю это так. Если я чувствую что-то иначе, я могу позволить себе сделать это иначе. И в этом моя собственная свобода, в этом моё собственное ощущение. Я, например, никогда не лезу в чужой огород и не рассказываю, что вы якась жестка, что вы якась там така. Но если в мой огород залазят, то могу взять и пистолетик. По-разному, друзья, бывают. Тут тоже момент очень интимный. Так вот, давайте вернёмся к нашей тени, вернёмся к нашему наборчику убеждений. В зависимости от того, что вы считаете для себя хорошим или плохим, вы и формируете свою жизнь. И это надо понимать. Сегодня нам то и дело пытаются навязать новые убеждения. Посмотрите на историю с тем же коронавирусом. Величайший эксперимент человечества, я в этом абсолютно убеждена, когда весь народ Земли массово программируют и массово испытывают на то, чтобы люди повиновались, не думая и не включая. Сегодня наши с вами убеждения разбивают, создают новые. Самое главное, пытаются программировать. Я хочу, чтобы вы немножко думали и соображали о том, что происходит. И самое главное, не позволяли никому вогнать себя в состояние вот этого группы людей, которым, к сожалению, огромным больше нечем заняться, чем слушать, обсуждать это и бесконечно жить. Сдаваться не надо точно так же, как и не надо бороться. Живите, сфокусируйтесь на своей собственной жизни. Задайтесь вопросами, чего я хочу, к чему я хочу прийти. Я вам точно скажу, что жизнь человечества не закончится. И будут открываться бизнесы, рождаться дети, и вся жизнь будет продолжать процветать. И в принципе, если не слушать новости и не смотреть их, как это делаю я, то вообще непонятно, что плохого происходит. Самое главное, это понять, чего вы желаете в этой жизни, и начать над этим работать. Зачем? Ну, я неоднократно говорила о том, что если посмотреть на нашу жизнь в контексте просто жизни, то становится понятно, что мы сюда прилетаем, и мы отсюда улетаем. Одна из моих любимых фраз – мы все равно умрем. Жизнь – это некое приключение, в которое вы пришли. Не для того, чтобы сражаться с монстрами, со Вселенной. Нет. Главный монстр – это мы сами. Это наши страхи, это наши желания, это наши большие цели. Увлекитесь своей собственной жизнью, напишите сценарий для своей жизни, подумайте о том, что вы хотите, постарайтесь повлиять как-то на этот мир, если вам сильно хочется, но через что-то классное. Создайте что-то, чем вам самому захочется гордиться. Ведь можно жить и этим. И я как раз за это, не за то, чтобы менять, издеваться над другими людьми, не за то, чтобы сфокусироваться на чем-то плохом, чтобы устроить какую-то войну. Для меня это совершенно непонятные вещи. Я вообще, ну то есть этот уровень правления, он просто для меня А. Я представляю, насколько люди, сколько они достигают вот таких высот, что больше никакие наркотики им не интересны даже. Им интересны уже наркотики в виде войн, сражений, убийств, захвата мира. Я не дошла так высоко и не хочу. И не хочу. Мне нравится другое. Мне нравится верить в то, что каждый человек может создать свою сказочную жизнь. Мне нравится в то, что люди хотят дружить, верить, любить, влюбляться, получать удовольствие, рожать детей, придумывать что-то новое, кайфовать. Для меня это гораздо мысль интереснее. И я живу в этом. Знаете, последние два года, которые я занимаюсь с рерайтером, научили меня кайфовать от жизни как таковой. Я поняла, что мир настолько стал нестабилен, настолько неуправляем, что это как океан, в котором ты оказался посредине. И ты можешь либо с этим сражаться, строить плоты, а можешь просто кайфовать. Сказать себе, а я дельфин, а я умею плавать, а мне офигенно здесь. Кто-то назовёт это хуизмом, пофигизмом. Но какая разница? Ведь если мы всё время думаем о том, как это назовёт кто-то другой, как другие люди будут нас оценивать, то это очень тяжёлая жизнь. Это очень тяжёлая жизнь. Выберите для себя жизнь получше. Моя философия и философия рерайтера жизни, которые я веду, создай свою реальность. Напиши книгу о жизни своей мечты и получи её. И вы знаете, когда ты начинаешь формировать вокруг себя образы, цели и понимание того, что ты хочешь, ты превращаешься совершенно в другого человека. Ты не становишься святошей. Мне кажется, это очень нудно. Ты не становишься каким-то человеком, каким-то странным. Нет. Ты просто начинаешь кайфовать и быть собой. Ведь как интересно раскрыть себя, словно луковичку. Как интересно посмотреть, какой ты там внутри. Ты становишься неудобным для других. Появляется множество всяких вопросов. Но ты вдруг начинаешь чувствовать, что ты находишься в своей плодородной почве, и ты цветёшь. Вот знаете, это излучение, оно стало для меня совершенно волшебным. Я, наверное, никогда не была такой счастливой, как последние пару лет. Потому что это исследование себя и своих возможностей, это понимание того, что, блин, у тебя есть какие-то реально крутые таланты, это понимание того, что есть люди, которым ты нужен. Ребята, это такой кайф. Это кайф невероятный. И я каждому из вас желаю избавиться от чувства долга, от чувства невыносимости, от чувства того, что что-то все от вас ждут, плюнуть на всё это и заняться изучением себя. Удивительно то, что, когда мы меняем своё внутреннее излучение и начинаем слушать себя, к нам начинают приходить деньги, люди, возможности. Мы начинаем становиться совершенно другими. И я понимаю, что сегодня эфир получился несколько меланхоличным, но мне просто очень хочется донести вам это. Так или иначе, убеждения нами управляют. И мы с вами можем их почистить и убрать. Убрать всё, что сегодня не даёт нам развиваться. Возьмите и запишите, почему я до сих пор не достигла чего. А потом спросите себя, а знаю ли я вообще, чего я хочу достигнуть. Вот знаете ли вы, какую бы жизнь вы хотели. Чего вы хотите, каких вы хотите отношений, кем бы вы хотели стать, что бы вы хотели, чтобы написали на вашем памятнике, когда вы умрёте, какой след после себя оставить, что вы вообще хотите. Вот мне кажется, это самое интересное, поэтому я этим и занимаюсь. Завтра у меня стартует мой марафон, который называется «Рерайтер жизни». И я вас приглашаю присоединиться хотя бы в пробную версию. В пробной версии мы пишем целых три главы книги о жизни своей мечты. В книге есть, в «Рерайтере» есть моя методология, есть медитации, которые позволяют вам написать эту книгу для себя. Не стоит бояться, если вы никогда не писали книгу, вы просто будете писать, у вас будет это круто получаться. Я даю уроки, которые объясняют и рассказывают, как устроена наша реальность, наш мозг и как мы можем управлять этой реальностью. Я вам просто рекомендую зайти и посмотреть, что это за продукт. Мы специально ставим очень маленькую цену, 5 долларов, за пробную версию, в которой есть очень много всего, чтобы вы просто могли понять, это вам откликается или нет. Потому что единственный правильный путь, который мы можем выбрать сегодня в нашей жизни, это путь к себе. И я вам благодарна за то, что вы меня слушаете, потому что эта речь совершенно не для всех. Конечно, для многих людей это полный бред. И я не боюсь отсекать этих людей, потому что я точно знаю, что те, кто меня слушают, те прекрасно понимают, о чем я говорю. Может быть, даже не совсем прекрасно, но это откликается и это живет в голове. На рерайтер жизни рано или поздно вы точно попадете. Это я вам 100% говорю. Если вы уже начинаете подсаживаться на то, что я рассказываю, то это значит, что вам это близко и откликается. Всегда самым страшным является то, когда ты начинаешь меняться и видеть мир другим, а люди вокруг тебя считают тебя немножко, как говорит моя подружка, ебанько. Но вы знаете, что если вы превращаетесь в эгоиста, если вам хочется наконец-то подумать о себе и создать свою жизнь, перестать соответствовать чужим ожиданиям и наконец-то ворваться и в своем океане почувствовать себя своей рыбкой, вам точно ко мне. Спасибо большое. Вижу, что вы пишете. Спасибо большое. Я на этом буду заканчивать эфир. Знаете почему? Пораньше, потому что у меня еще сейчас тренировка. Я сегодня записала 16, 17, 18 новых уроков для марафона, который сейчас идет, денежный. У меня тут все очень. Завтра стартует рерайтер, и я вас жду. Ссылочка есть у меня в профиле. Вы можете перейти и попробовать пробную версию. Но 5 баксов вы точно можете себе позволить, хотя бы чтобы понять, ваше это или нет. Мне просто очень хочется как можно большее количество людей дотронуться и получить ваш фидбэк. Спасибо всем большое за эфир. Я гоню на тренировку качать попу, потому что после всех этих поездок в Дубай и булочек надо приходить в форму. У меня будет к вам большая просьба, если вам понравился этот эфир вдруг, оставьте, пожалуйста, свой комментарий. После того, как я его опубликую, это поможет увидеть этот эфир большему количеству людей. Спасибо всем огромное. Жду вас на рерайтере жизни. Сегодня, завтра или когда-нибудь. Рано или поздно все равно придете. Рано или поздно все равно придете.